На лыжном стадионе сегодня многолюдно. Там, где начинается знаменитая Красногорская лыжня, прощаются с ее основателем, человеком труда и спортсменом от Бога, с Иваном Утробиным. Иван Степанович всегда переживал за это. И даже, знаете, даже этой зимой, когда нигде не было снега, нигде не было. Даже наши московские коллеги проводили свои соревнования здесь у нас, просили нас, чтобы мы им помогли. И если бы не было таких настоящих энтузиастов своего дела, Иван Степанович был, безусловно, таким человеком, то и не было бы такого у нас замечательного объекта, и не было бы такой школы, и не было бы сотен детей, которые с удовольствием занимаются в Красногорске лыжным спортом. Бронзовый призер в эстафетах чемпионата мира по лыжным гонкам в Закопане в 62-м и зимних Олимпийских игр в Инсбруке в 64-м. 12-кратный чемпион СССР. Он стал примером для внуков и нескольких поколений красногорцев, которые связали свою жизнь со спортом. Я занимался лыжным спортом, стал мастером спорта по лыжным гонкам, был призером всероссийских соревнований и международных тоже в детстве. Ну, в принципе, да, можно сказать, по стопам пошел. Когда я уже в более взрослом возрасте ездил по стране на соревнованиях, на сборах, им было очень приятно, сталкиваясь с людьми, когда они узнавали, что я из Красногорска, они сразу же вспоминали про Ивана Степановича Утробина. То есть он действительно легенда лыжного спорта и вообще спорта, наверное. Он приехал, у него там кружочек, это 6 километров было. Ну, мы по нему шли, смотрели, бежали. И вдруг Иван Степанович, когда нам сказали, что это Иван Степанович, ну, для нас, для молодых спортсменов, это был вообще как бы шедевр. Ну, и он мимо нас, я говорю, как ракета, проскочил раз, пока мы этот круг заканчиваем, второй раз проскочил. Нынешнего руководителя отделения по лыжным гонкам школы Зорки Владимира Маркова, он, будучи тренером, привел к призу на первенстве страны и членству в сборной. Иван Степанович учил трудиться на лыжне, был знаменит на весь союз и при этом оставался скромным. О физической силе у Тробина не утихала молва. На тренировку пошел на Урале, снега было мало, бегом, увидел следы лося, ну, скучно просто так бежать. Побежал за лосем, к вечеру он его загнал, лось валялся, он его погладил по рогам, потом подумал, а куда бежать-то назад-то, ну, в азарте забыл, поднялся на сопку, увидел на горизонте трубы города, обрадовался, только если это надо было возвращаться, просто лежал, он назад уезжал, добежал. На церемонии прощания с Иваном Степановичем коллеги, его жена Нина и дочери, внуки. Ветераны спорта, друзья и просто жители города говорили о невосполнимой утрате. Но легенда будет жить. Субтитры сделал DimaTorzok